После того, как премьер-министр Кая Каллас высказала опасение, что в Эстонии могут быть перебои с электроснабжением, многие обеспокоенные жители Эстонии приняли скупать электрогенераторы в магазинах. Спасательный департамент предупреждает, перед тем, как купить этот прибор, ознакомьтесь с инструкцией и поймите точно, где вам его нужно использовать – на воздухе или в закрытом помещении. Спасательный департамент не случайно сейчас делает акцент на том, что при выборе электрогенератора не стоит спешить, а внимательно проанализировать те приборы, которые предлагаются на местном рынке, а также обязательно изучить, как они работают. Именно для этого специалисты Спасательного департамента составили инструкцию, которая поможет в установке и эксплуатации электрогенератора. Самое первое при приобретении электрогенератора – необходимо понять, для какого аппарата он требуется и какая у него мощность. Необходимо продумать, где следует установить генератор и какой мощности он нужен. Генераторы, предназначенные для внутренних помещений, не выдерживают переменчивых погодных условий и влажности, и поэтому их нельзя устанавливать на улице. Также при установке следует иметь в виду, чтобы выхлопные газогенераторы не попали с улицы в помещение. При установке генератора в помещении следует следить за тем, чтобы устройство находилось на достаточном расстоянии от стен, других устройств и резервуара для хранения топлива и было установлено в отдельном противопожарном отсеке. Также выхлопные газогенераторы, которые установлены в здании, должны выводиться из помещения по трубопроводу. Электрические соединения между генератором и электрической системой здания должны выполняться компетентным специалистам в области электротехники. Мы собрали самые часто повторяющиеся вопросы относительно электрогенераторов и составили инструкцию, благодаря которой можно точно понять, какой генератор вам подходит. Ее вы можете найти на интернет-странице спасательного департамента и еще раз перед тем, как приобрести его, лучше всего проконсультироваться со специалистом. Сейчас инструкция опубликована на эстонском языке, но в ближайшее время ее переведут и на русский. Благодаря электрогенератору можно обеспечить работу важных электрооборудований во время отключения электроэнергии. Чтобы в критический момент из-за генератора не произошло несчастье при его установке и эксплуатации, необходимо соблюдать правила безопасности. Самое важное – прочитать инструкцию производителя по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина.